138 работ печатных, радиинных и телевизионных. Именно столько в общей сложности материалов выставили журналисты Сургута и Сургутского района на конкурс профмастерства. Впервые за несколько лет посоревноваться в 20 номинациях решили представители всех СМИ города. К ним присоединились и работники средств массовой информации района. В этом году я очень критически, на самом деле, отнеслась к оценке работ. Возможно, большую роль сыграло в данном вопросе то, что я сейчас преподаю в университете, журналистику. Мне было несколько странно, что в главную номинацию выставили журналисты работы намного ниже уровнем, чем в отдельной номинации. В этом году впервые к оценке работ Оргкомитет привлек независимых экспертов со всех уголков страны. Председателем жюри конкурса стал Роман Серебряный, секретарь Союза журналистов России, который отметил высокое качество материалов Акулпера Сургута и района. Очень высокий профессиональный уровень, потому что работы были в самых разных жанрах. Это были и телевизионные работы, и печатные, и радиоработы. И они все очень качественно, достойно были сделаны, и с точки зрения языка, и с точки зрения подачи, и работы с фактами. Поэтому я считаю, что это пример той самой качественной журналистики, которой нам, может быть, во многом не хватает. Журналисты телерадиокомпании «Сургут Интерновости» победили в восьми номинациях. Проектом года признана радиопрограмма «Охота на походы» Виктория Алексеевой, авторадио «Сургут». В номинации «Культура и духовность» не было равных Екатерине Любешевой. Лучше других осветили сферы строительства и образования Дмитрий Подлесной и Светлана Фазылова. Я очень хорошо помню эти съемки, потому что, когда брала интервью у детей, это нужно было делать обязательно, они на меня такими глазами смотрели, как будто я волшебник. И вот, наверное, вот именно это в профессии журналиста самое главное – видеть отдачу. Отдачу от зрителя, отдачу от людей, с которыми ты разговариваешь. В номинации «Год здоровья», посвященной медицине, победила Дарья Давыдова. А журналистами года «Сургута» и «Сургутского района» стали Антонина Сахарова, редактор новостей на авторадио, и Дмитрий Круковец, корреспондент нашей службы информации. Кстати, помимо главной награды, Дмитрий взял еще два приза – в номинациях «Спортивная журналистика» и «Народный корреспондент». После в интервью один из главных героев конкурса отметил, что в этом году конкуренция была достаточно серьезной, поэтому победить особенно приятно. Конкуренция всегда приводила только к показателю наивысшего результата, поэтому любая конкуренция, которая выше, чем, допустим, в прошлом году, она всегда, конечно, это всегда здорово. И особенно приятно для меня, я знаю, для моих коллег сегодня было побеждать вот в номинациях, знаю, что за спиной стоят и другие наши коллеги, оппоненты. В завершении праздничного вечера в оргкомитете конкурса поблагодарили всех, кто принимал участие в проведении «Журналиста года». Отдельное спасибо получили Дмитрий Пахаругов и Маргарита Стройнова. Благодарность прозвучала и в адрес тех, кто поддержал Сургутский союз журналистов финансово. Вообще с финансами у нас как бы очень плохо, и это не первый год, мы действительно выживаем, поэтому я хотела бы поблагодарить всех тех, кто откликнулся. Честность, объективность, независимость – это девиз журналистов телерадиокомпании «Сургут Интерновости». Признание экспертов действительно означает, что мы держим вас в центре событий на достойном уровне. Мы поздравляем всех наших коллег, победивших в конкурсе «Журналист года», желаем им дальнейших творческих успехов и покорения новых профессиональных вершин. Татьяна Ширковская, Дарья Давыдова, Николай Сапожников, «Сургут Интерновости». Субтитры создавал DimaTorzok